Решением Министерства образования Республики Казахстан в июне железнодорожный техникум и октябрьский филиал Алита были объединены в высший железнодорожный колледж транспорта. Не всем это решение пришлось по душе. Преподаватели бывшего колледжа послали письмо с протестом на имя Акима области. Смена статуса учебного заведения влечет за собой реорганизацию штата. Судьба преподавателей, работавших со студентами, поступившими после девятого класса, пока не решена. В теперь уже колледж будут приниматься абитуриенты только после одиннадцатого класса. Также преподавателям бывшего техникума не нравится тот факт, что старейший техникум, ему 64 года, с богатой материальной и технической базой и с огромным штатом 100 человек, входит в колледж на правах младшего брата. А основой стал бывший Алиит с 37 преподавателями и без технической базы, ведь студенты в нем обучались только первые два года. Я очень боюсь, очень боюсь, что это приведет к тому, что техникум, а наш техникум очень старый. Вот, что это придет просто к развалу техникума. К развалу техникума. Во-первых, для институтской наша база недостаточно. Практически у нас ничего общего нет. Многие у нас недовольны вот этим объединением. Многие недовольны. Вот. Разговоров много, фактов я не могу вам приводить, но то, что сейчас уже части и то мебели, то еще что-то отсюда вносится, но это разговоры. Кстати, самостоятельность обрел лишь Актюбинский филиал Алиита. В других городах филиалы были попросту расформированы. Конкретно, вот какие-то там, вот личного характера ко мне никто не обратился. Я сейчас вот слышу разговоры, что вот вокруг, а вот чтобы кто-то из них пришел, ну, конкретным недовольцем такого у меня не было. Техникума программа остается. Единственное, мы должны совершенствовать эту программу. В таком плане, вот, кто окончит техникум, так будем говорить, отлично, они автоматически переводятся на второй курс. В этом плане наши учебные программы должны соответствовать программе высшего образования. Возможно, именно эти неясности послужили причиной ошибок, а может быть, нарушений приема нынешних абитуриентов. Несколько родителей обратились в ГСК с жалобами на администрацию колледжа. Их дети набрали нужное количество баллов и даже больше, однако в предварительные списки поступивших не попали. Сколько родителей обратились? Значит, два вчера обратились и три сегодня. Когда будет закончена вот работа вся эта работа ГСК? По этим нарушениям? По этим нарушениям уже попараллельно занимается прокуратура. Когда уже она сдала вот этот конкурс 20 баллов, смотрим, ее списки нету. А проходной сколько баллов? Сколько надо набрать, чтобы выше того поступить? Выше 15, уже зачисление, да? Да. А у тебя 20? Да. Я обратилась я снова к директору. Ну, я пошла к нему, а он принял меня перед закрытием как раз, уделил время. Он выслушал и говорит, я ничем не могу помочь. Я говорю, вы же обещали мне помочь, я же вам положили свое. А чем он это мотивировал, что не может помочь? Ну, это вроде платите деньги. Вот. Уплачите деньги, значит, ваш ребенок будет учиться. Таких ребят здесь больше 10. Кто-то из них при проходном бале 15 набрал 40 баллов. Окончательный приказ о зачислении выйдет 25 августа. Однако многие из этих абитуриентов иногородние ребята уже забрали по решению администрации свои документы. Будут ли их права восстановлены, пока неизвестно. А решение прокуратуры и ГСК по факту этих нарушений будет известно лишь через несколько дней.